Никогда ни на кого не смотрите снизу вверх и никогда не смотрите сверху вниз. Просто научитесь видеть жизнь такой, какая она есть, и вы будете с лёгкостью идти по ней. Садгуру, в школе и колледже нас всё время учили ценить себя, любить себя, быть уверенными в себе, иметь чувство собственного достоинства. Что значит «любить себя»? Что там происходит у вас в школе? Я имею в виду, что этому учит общество в целом. Нас учат придавать себе значение до такой степени, что мы уже не знаем, как быть скромными. Не могли бы вы объяснить, как нам снова стать скромными? Видишь ли, нет необходимости быть смиренной, но также нет и необходимости быть высокомерной. Поскольку ты меня спросил об этом, я расскажу кое-что. Моя дочь путешествовала со мной, когда ей было всего три с половиной месяца. В машине были только мы с ней. Я исколесил всю Индию с этим малышом в машине. Так что она росла в домах разных людей. У меня было одно правило, потому что у взрослых есть такая проблема. Как только они видят ребенка, они набрасываются на него, как какие-то хищники, и хотят его чему-то научить. Все хотят научить, как считать 1, 2, 3, 4 или алфавиту АБВ, или «У Мэри была маленькая овечка». Я им сказал, я не хочу, чтобы она знала АБВ, или «Раз-два-три», а также, была ли у Мэри овечка или нет. Правило такое, вы можете играть с ней, но никто не должен ее ничему учить. Так что она росла очень счастливой. К тому времени, как ей исполнилось 18 месяцев, она свободно говорила на трех языках. Она слушала, потому что никто ее ничему не учил. Она не повторяла, «У Мэри была маленькая овечка». Ни стишков, ни языка, ни математики. Просто жизнь. Я думал, что никогда не отдам ее в школу, но единственной веской причиной было общение со сверстниками. Так что она пошла в школу, и когда ей было около 12 лет, как-то раз она пришла домой немного обеспокоенной тем, что происходило в школе. И она сказала, «Ты всех учишь стольким вещам, а меня не учишь ничему». Я сказал, «Я учу только тех, кто сам приходит ко мне за учением». Теперь же, когда ты сама спросила, «Давай поговорим». Единственное, что тебе нужно знать, это «Никогда ни на кого не смотри сверху вниз, никогда ни на кого не смотри снизу вверх». Она взглянула на меня, мол, «А как насчет тебя?» Я сказал, «Даже на меня». Если ты будешь смотреть на меня с благоговением, ты полностью упустишь то, чем я являюсь. Если будешь смотреть на меня снизу вверх, возможно, повесишь мою фотографию на стену, но ты упустишь всю суть того, кем я на самом деле являюсь. Ты должна смотреть на меня и видеть меня таким, какой я есть, не снизу вверх. «Никогда ни на кого не смотри снизу вверх». и никогда ни на кого не смотри сверху вниз. Это кажется несложным. Но попробуйте и увидите, что это не так просто. Внутри себя вы уже всё решили. Что хорошо, что плохо, что прекрасно, что безобразно, что является добродетелью, а что грехом, что есть грязь, а что богатство. Вы всё уже определили. Как только вы так делаете, вам уже невозможно не смотреть на что-то с благоговением, а на что-то с презрением. На то, что вы считаете плохим, вы смотрите с пренебрежением. На то, что считаете хорошим, смотрите с почтением. Если вы отбросите все это и просто будете учиться видеть жизнь такой, какая она есть, вы будете идти по ней без какого-либо труда. Сейчас проблема в этом. На одних вы смотрите с благоговением, на других — с пренебрежением и пытаетесь быть смиренными. Не нужно быть смиренными. Относитесь к другим так же строго, как относитесь к себе. Это если вы к себе относитесь строго. Если же вы себе потворствуете, попробуйте так же относиться и к другим. Вы быстро устанете и в любом случае начнете относиться к ним строго. Так что все просто. Я говорю вам то же, что сказал ей тогда. Для нее это сработало чудесным образом. Никогда ни на кого не смотрите снизу вверх, никогда ни на кого не смотрите сверху вниз. Просто видите все таким, какое оно есть. Это является основой этой культуры. Если вы идете в храм, что вы делаете? Что вы делаете? Если вы вообще заходите в храм, что вы там делаете? Намаскаром. Видите мужчину? Намаскаром. Видите женщину? Намаскаром. Видите дерево? Намаскаром. Видите камень? Корову? Змею? Осла? Обезьяну? Ну, всем намаскарам, потому что, по сути, это называется вайрагия. Вайрагия не значит отказаться от своей жизни и уйти куда-то. Идти некуда, если только вы не отправитесь в открытый космос, как тот парень, когда вас отправляют с билетом в один конец. А иначе куда еще уйти? Куда бы вы не отправились — это все равно жизнь, не так ли? Поэтому вайрагия означает... Буквально вайрагия означает «вне цвета». Это значит, что вы стали прозрачными. Если вы прозрачны, тогда любое измерение жизни может пройти сквозь вас, но при этом не затронув вас. Вы можете обращаться со своей жизнью так, как захотите. То, что вы можете сделать, вы делаете. То, что не можете, не делаете. Но если вы не делаете в своей жизни то, что не можете, это не проблема. Но если вы не делаете того, что можете, вы — настоящая катастрофа. Как только вы начинаете думать, что что-то одно хорошо, что-то другое плохо, один велик, а другой ничтожен, то вы не сделаете многое из того, что могли бы сделать в своей жизни, просто потому что считаете, что это плохо, потому что считаете это недостойным или великим. Вот что самое важное в вашей жизни. Потому что жизнь коротка — это очень ограниченный промежуток времени для того, чтобы человеческий потенциал раскрылся. А если вы начнете выбирать, что делать, а что не делать — нет. Все, что вы можете сделать, должно быть реализовано. А если не произойдет то, что вы не можете сделать — в этом нет ничего страшного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok